МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости на восьмом, а это значит в ближайшие полчаса все о главных событиях из жизни Владивостока. Меня зовут Максим Дудников, и вот что произошло в нашем городе к этому часу. Время перемен. Госдума рассмотрит законопроект, который подключит многофункциональные центры к системе защиты прав потребителей. Мы будем передавать по каналам связи. После подписания соответствующих документов, в эти документы Роспотребнадзору будут рассматриваться данные жалобы. Повесть о блистательном принце. Во Владивостоке состоялось кимоно-шоу, которое познакомило жителей краевой столицы с красотой традиционного костюма и сюжетом национального эпоса. Они очень старались. Вот те, кто сегодня работали. Также в выпуске. Во Владивостоке началась работа по подготовке технического задания на проектирование нового Рудневского моста. И еще расскажем, для получения визы в Канаду гражданам России придется проходить процедуру сдачи биометрических показателей. Но об этом немного позже, а сейчас о главном. Вопросы кораблестроения, развития портов и экологии обсудят на Международном дальневосточном морском салоне 2018, который состоится в конце июля в Приморской столице, сообщает Росконгресс. Деловая программа салона построена вокруг трех основных направлений кораблестроения и судостроения, инфраструктура и логистика, регулирование и развитие. Всего в рамках деловой части салона пройдет более 20 тематических сессий, круглых столов и дискуссий. Международный дальневосточный морской салон, который впервые пройдет во Владивостоке, станет уникальной экспертной площадкой для обсуждения практического применения новых технологий в судостроении. Также участники салона обсудят вопросы водного туризма, экологии и чистого судоходства. В рамках выставочной программы гостям салона покажут свои проекты и разработки крупнейшей судостроительной предприятия, в том числе Дальневосточный центр судостроения и судоремонта, Роснефтефлот, Восточная верфь, Адмиралтейские верфи, Балтейский завод и другие. Предполагается, что салон объединит полторы тысячи участников из России и зарубежных стран. Ожидается визит делегаций из Вьетнама, Индии, Индонезии, Китая, Малайзии, Сингапура, Южной Кореи и Японии. Напомним, Международный дальневосточный морской салон состоится в Приморье впервые. Он пройдет с 26 по 28 июля. Главной площадкой станет кампус Дальневосточного федерального университета на острове Русские. 130 алмазов специальных размеров свыше 10 карат представит корпорация Алроса на втором аукционе во Владивостоке, который пройдет с 18 по 29 июня. Общая масса выставляемых на аукцион алмазов составляет более 2000 карат. Итоги аукциона будут подведены 29 июня. Принять участие в нем смогут фирмы из разных стран, включая Гонконг, КНР, Россию, Израиль, Индию, Бельгию и Объединенные Арабские Эмираты. Напомним, в апреле Алроса провела первый аукцион по продаже алмазов специальных размеров во Владивостоке. Тогда выручка составила почти 15 миллионов долларов. На аукционе было представлено 110 камней ювелирного качества. Вес самого крупного камня достигал почти 47 каратов. Фириал Алроса в Владивостоке был создан в 2016 году в целях развития Евразийского алмазного центра на территории свободного порта Владивосток. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Во Владивостоке началась работа по подготовке технического задания на проектирование нового Рудневского моста. Соответствующее поручение специалистам мэрии дал глава столицы Приморья Виталий Веркиенко. Планируется, что новый путепровод через Снеговую пать будет двухполосным и построен параллельно существующему мосту. После завершения строительства нового путепровода старый будет закрыт на реконструкцию. Таким образом, после завершения всех этапов работ Владивосток получит четырехполосное мостовое сооружение. В настоящее время специалисты управления дорог и благоустройства администрации Владивостока проводят обследование Рудневского моста и подъездов к нему. В первую очередь участки, где на тротуаре и частично на проезжей части подходов к мосту со стороны улицы Баляева произошли просадки грунта. На участке выставлено ограждение. Движение по мосту для автомобилистов не опасно. «Владивосток остро нуждается в развитии транспортной инфраструктуры. Необходимо не только привести в порядок все существующие дороги, но и строить новые. Объездные, дороги-дублеры, транспортные развязки», – отметил глава Приморской столицы. Проектные работы планируется выполнить за счет средств городского бюджета. За софинансированием на строительство администрации Владивостока намеренно обращаться в администрацию Приморского края. Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект, который подключает многофункциональные центры к системе защиты прав потребителей. В МФЦ откроются пункты консультации, где гражданину расскажут, как защитить свои права при потребительских спорах. Через центры можно будет подать жалобу в Роспотребнадзор на качество и безопасность товаров и услуг, в том числе пожарную безопасность. Все подробности в нашем следующем материале. 11 новых услуг, 450 тысяч обращений с начала 2018 года. Многофункциональные центры Владивостока продолжают расширять сферу услуг. Теперь в МФЦ можно обратиться за получением более 200 видов помощи по оформлению различных документов. А скоро через многофункциональный центр можно будет подать жалобу на качество и безопасность товаров и услуг. Госдума в первом чтении рассмотрит законопроект, который позволит потребителю подать жалобу в Роспотребнадзор через МФЦ. Я думаю, что будет заявление. Я хочу сказать, что МФЦ готова принимать любые услуги для нашего населения. Мое видение, что данная услуга будет приниматься нашим заявителям. И мы будем передавать по каналам связи после подписания соответствующих документов. Эти документы Роспотребнадзору будут рассматриваться данные жалобы. Согласно статистике, ежегодно в Роспотребнадзор поступает более 700 тысяч обращений граждан. Жалуются на высокие коммунальные платежи, обман при заказах в интернет-магазинах, навязывание невыгодных условий по кредитам, хамство и обсчёт продавцов в рознице. И, конечно, на реализацию некачественных товаров. При этом подавляющее большинство россиян не знают, как подать жалобу, либо не имеют технических возможностей направить её в службу. МФЦ города Лавиостока работает уже почти 4 года. Я думаю, что мало кто из наших жителей не знает о существовании МФЦ и то, как удобно подавать документы для получения тех или иных услуг, получать эти документы именно через МФЦ. Потому что МФЦ находится во всех частях города, в доступных местах. Дорогу люди сюда знают. Понятно, что искать, где расположен тот или иной орган человеку бывает достаточно сложно. Не нужно, потому что по статистике уже каждый горожанин, эта статистика, в среднем обратился по три раза к нам. То есть практически каждый горожанин знает о нашем существовании. Все услуги в МФЦ оказывают бесплатно. Здесь можно оформить любые бумаги от получения паспорта до открытия собственного дела. За время работы МФЦ сюда обратились почти 2 миллиона заявителей. Люди возле окон здесь есть всегда. Я в следующий раз обращусь в МФЦ за заменой паспорта по возрасту, за заменой загранпаспорта. И что еще мне надо будет, я обращусь тоже в МФЦ. Почему? Потому что очень удобно, быстро и немного времени уходит. Недалеко тот день, когда через МФЦ можно будет получить и те услуги, которые сегодня оказывают отделы ЗАГС. И это совсем не предел, уверены в МФЦ. Уже сегодня консультации по государственным и муниципальным услугам можно получить и просто позвонив в МФЦ. Анна Бережная, Светлана Садовая, Алексей Заровный. Новости на Восьмом. Тем временем жители Приморья провели первую в России автомобильную акцию против инсульта. На центральной площади Владивостока из 100 машин составили фразу «Удар, инсульту нет». Июньская морость, переходящая в дождь и прохладная погода не помешали участникам воскресной акции. Утром здесь собрались автомобилисты города, врачи, учителя, чиновники. По заранее оговоренной схеме машины должны были образовать фразу «Удар, инсульту нет». Именно такой была задумка организаторов, решивших в свой профессиональный праздник, День медицинского работника, устроить эту общегородскую акцию. Медики считают, что люди должны задумываться о своем здоровье, а специалисты, в свою очередь, уделяют внимание не только лечению, спасению, но и профилактике. Акция «Удар» направлена на то, чтобы люди знали, У – это улыбка, Д – движение, А – артикуляция, Р – решение. Если вдруг улыбка становится кривой, при движении одна рука не может работать, как другая, и если человек не может правильно выговорить свое имя, то нужно как можно скорее доставить пострадавшего в сосудистый центр. Тогда, по словам участников флешмоба, есть шансы на успех. Сегодня была проведена масштабная, беспрецедентная акция «Первый раз в России. Приморье сказала инсульту нет». Это был флешмоб, который собрал более ста машин на площади города Владивостока, для того, чтобы всему миру рассказать, что мы говорим инсульту нет. Очень важно рассказать населению России о том, что нужно делать, если вы попали в такую неприятную ситуацию, если это заболевание коснулось вас или ваших родственников. В фонде «Инсульту нет» выступившим организатором акции отмечают, что ежегодно в Приморском крае около 6 тысяч человек переносят инсульт. Половина из заболевших погибает в течение года, 80% выживших и сумевших пережить инсульт и его последствия, к сожалению, становятся инвалидами. Если распознать инсульт вовремя, а заболевшего оперативно доставить в больницу в максимально короткое время, то человека можно спасти. Главная цель акции – научить людей распознавать симптомы инсульта. Понятие «дополнительное образование детей» сегодня важно для каждой семьи. Оно подразумевает целенаправленный, систематизированный и поэтапный процесс обучения и воспитания школьника с помощью дополнительных программ. Благодаря заботе администрации Владивостока в городе сегодня работает 21 учреждение дополнительного образования, где бесплатно занимаются более 30 тысяч детей. Наша съемочная группа побывала в одном из центров детского творчества и узнала, что из дополнительного образования доступно сегодня детям Приморской столицы. Злате 7 лет. Она старательно выводит кисточкой с черной краской усы коту. По ее задумке домашнее животное забралось на стол и съело блины. Кружок «Волшебная кисть» Злата посещает уже два года. Бежит сюда сразу после школы. На вопрос, почему нравится рисовать, отвечает открыто. Потому что здесь Любовь Владимировна нам дает рисовать красиво, подделки делать всякие. И мы делали вот такие сердечки на день Светлова Валентина. А вот Богдану больше по душе моделирования. Занимается им не первый год, уже успел сделать множество сувениров. Сейчас спроектировал и изготовил ракету с парашютом, которую придумал сам. На вопрос, что делать со своей ракетой, отвечает... Когда мы с мамой едем отдыхать в лагерь, там я со второго этажа ее скидываю, потом бегу вниз и подбираю ее после того, как она на парашюте спустится. В Центре развития творчества детей и юношества на Черемуховой сегодня работает 24 кружка. Здесь помогают найти себя и художественным натурам, и технарям с инженерным складом ума, и тем, кто любит бродить по просторам родного края. Центр является одним из старейших учреждений дополнительного образования во Владивостоке. Развивает и воспитывает детей с 1975 года. Детки у нас очень активные, потому что они занимаются уже... Ну, здесь все знают наш центр и занимаются на протяжении многих лет. Многие дети посещают 2-3 кружка и ходят целыми поколениями, целыми семьями. Вот, и поэтому, как бы, такие традиции соблюдают, соблюдаем мы, ну, дружбы с родителями. Сейчас здесь занимаются около 2000 школьников в возрасте от 6 до 18 лет. Многие коллективы центра имеют награды. Музыкальный театр «Персона» – лауреат российских и международных конкурсов. Под руководством педагога Натальи Усенко дети учатся пению, художественному чтению, актерскому мастерству, изготовлению декораций, элементам костюма, грима, узнают об истории театра. Ежегодно призовые места на различных конкурсах, в том числе и на международных, занимают участники ансабля «Гармоника». На протяжении многих лет они поддерживают тесную связь с уссурийским казачьим войском. Милым я знакомый не буду, милым называть. Ой, эту сялою, Маруся, не буду милым называть. Во Владивостоке сегодня работает 21 учреждение дополнительного образования. В них бесплатно занимаются более 30 тысяч детей. Каждый центр предоставляет широкую программу обучения. Ребята изучают историю родного края, сочиняют стихи, поют песни, пишут статьи, конструируют, фотографируют, занимаются спортом. И, что не менее важно, учатся дружить и достигать поставленных целей. Олег Завьялов, Дмитрий Беломестнов, Новости на Восьмом. Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой. Включить многодетных родителей в список, имеющих право на льготные авиаперелеты по России, предложили в Госдуме. Для получения визы в Канаду, гражданам России придется проходить процедуру сдачи биометрических показателей. Современный гений неоклассической музыки Франсис Видиль вновь приехал в Приморскую столицу. Спонсор новостей – травмпункт медицинского центра «САНОС». Экстренная плановая помощь при любых видах травм. Передовые технологии и современные методы диагностики для вашего здоровья. Телефон 260-60-40. Травмы и ушибы всегда возникают внезапно. Они резко меняют наши планы. Травмпункт медицинского центра «САНОС» – это то, что вы искали. Оказание экстренной помощи без очередей и записи при любых видах травм. Современный цифровой рентген поможет выявить даже сложные диагностируемые повреждения. Травмпункт медицинского центра «САНОС». Мы заботимся о вашем здоровье. Меня зовут Максим Дудников и мы продолжаем. Включить многодетных родителей в список, имеющих право на льготные авиаперелеты по России, предложили в Госдуме. Для получения визы в Канаду гражданам России придется проходить процедуру сдачи биометрических показателей. Современный гений неоклассической музыки Франсис Видиль вновь приехал в Приморскую столицу. Включить многодетных родителей в список, имеющих право на льготные авиаперелеты по России, предложила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Соответствующее письмо она направила полпреду президентов ДВФО Юрию Трутневу. Яровая предлагает снять временные ограничения и реализовать в течение года программу предоставления субсидий на авиаперелеты по всем дальневосточным маршрутам. По ее мнению, это позволит исполнить указания президента Владимира Путина, который во время прямой линии говорил о необходимости расширить географию субсидируемых перелетов из Владивостока, а также круг тех, кто имеет право на получение субсидий. Она также считает, что это существенно снизит высокий спрос на летний период, а кроме того, позволит каждому дальневосточнику по жизненной ситуации пользоваться социальной гарантией, которую дает государство. Для получения визы в Канаду с 31 июля гражданам России придется проходить процедуру сдачи биометрических показателей. Начиная с этой даты, Канада будет требовать биометрические данные, отпечатки пальцев и фото для оформления виз, разрешений на работу или учебу у граждан 150 стран мира, включая Россию, Европу, Африку и Ближний Восток. В настоящее время биометрия была необходима лишь визитерам из 30 государств. В случае повторяющихся поездок в Канаду, заявители должны будут сдавать биометрические данные каждые 10 лет. От биометрии будут освобождены дети в возрасте до 14 лет, граждане в возрасте старше 79 лет и обладатели виз в США, которые путешествуют транзитом через Канаду. Биометрические данные россияне смогут сдать в визовых центрах Канады в России. Они расположены в Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке. Процедура обойдется в 85 долларов США. К другим темам. Красоту национальной одежды страны восходящего солнца «Кимоно» продемонстрировали во Владивостоке. В этот раз организаторы Генерального консульства Японии решили совместить демонстрацию национального костюма с театрализованной постановкой. За основу музыкального спектакля взяли японский классический роман «Повесть о блистательном принце Гэнзи». На Кимоно-шоу, которое прошло в рамках Года Японии в России, побывал и наш корреспондент Дмитрий Беломеснов. Новую встречу владивостокцев с традиционной одеждой жителей страны восходящего солнца в этот раз посвятили одному из величайших произведений японской классической литературы. Основу «Повести о блистательном принце Гэнзи» составляет любовная биография побочного сына императора. Роман представляет собой цепь новелл, каждая из которых излагает отдельный эпизод из жизни принца. Кимоно и музыка помогли создать яркие образы, которые дали возможность гостям шоу прочувствовать культовый японский сюжет. Шоу-программа охватывает временной период в несколько десятилетий. Все как в романе. Тут и любовная линия с принцессой из павильона Глицинии, наложницей отца Гэнзи и встреча с 10-летней девочкой Мурасаки, которую юноша берет на воспитание к себе с намерением сделать своей супругой, когда та подрастет. В ходе действия на сцене появлялись почти все герои повести – принцы, императоры, наложницы. Взрослые дети – все они непрофессиональные артисты, хотя в это очень трудно поверить. У некоторых участников уже сложились амплуа. Кто-то использует потрясающий комический талант, а некоторые поражают артистическим диапазоном. В качестве актеров добровольно выступили служащие Генерального консульства и японцы, которые учатся или работают во Владивостоке. Почти все кимоно на моделях – их собственность. Многие из них привезли костюмы специально для участия в проекте. «Первый раз. У меня нет опыта. И когда мы начинаем тренировку месяц назад, но после работы мы собираешься и тренировался. А костюмы вы сами шли? Нет, нет. Это из Японии. Но в японских консульствах у них есть что-то. Еще в Японии раньше я никогда не отжел. А джеб? Конечно, я тоже. Генеральный консул Японии во Владивостоке Касая Тацухико отметил, что через кимоно есть возможность показать общество Японии, передать, как японцы думают и как относятся к жизни. То, что они сделали, очень большой вклад в взаимопонимание друг друга между Японией и Россией. Жители Владивостока – единственные в России, кто имеет возможность знакомиться с историей и культурой Японии именно в таком ключе. Верно найденный организаторами формат музыкального спектакля позволяет оценить красоту и разнообразие традиционного японского костюма. С небольшого расстояния рассмотреть даже небольшие детали, насладиться чередой ярких театральных миниатюр и одновременно приобщиться к японскому эпосу. Дмитрий Беломеснов, Алексей Заровный. Новости на восьмом. Современный гений неоклассической музыки Франсис Видиль, совмещающий невообразимо сложные партии органа с игрой на трубе, вновь приехал во Владивосток. Минувшие выходные французский Моцарт, именно так его называют коллеги по цеху, дал два больших концерта в стенах католического прихода Святой Богородицы, где установлен единственный в Приморье механический орган. Подробнее об этом в нашем следующем сюжете. Механические органы очень редки. Во всей России этих гигантских духовых инструментов всего три. И так уж случилось, что один из них находится во Владивостоке, а точнее в католическом приходе Святой Богородицы. Это здание даже издалека трудно не заметить. Однако съемочная группа восьмого канала приехала сюда вовсе не из-за органа, но исполнителя ради. Французский гений нео-классической музыки коллеги называют его вторым Моцартом. Францис Видиль уже второй раз во Владивостоке. В январе он успел дать несколько концертов в том же соборе, а также побывать на передаче «Время говорить», где делился подробностями своей музыкальной, а также актерской карьер. Францис Видиль, помимо прочих талантов, играет в театре и кино. После своего отъезда из приморской столицы органист не расслаблялся ни на день. Оу, дважды я успел побывать в Соединенных Штатах и там же выступал с концертами, а также учил детей. У меня там были свои ученики, представляете? Некоторые из них, вы не поверите, были из России. Второй визит французского Моцарта состоялся в конце прошлой недели. Однако Францис успел дать уже два концерта. В стенах все того же католического прихода. Обещал, что приедет еще. На этот раз с педагогической миссией. О том, почему его снова и снова тянет в Приморье, ответил прямо. Люди здесь абсолютно удивительные. Кстати, и церковь здесь прекрасная. Я даже несколько обескуражен и приятно удивлен, что я тут снова и так быстро. Из весны в лето, так сказать. Это спринь. Новости на восьмом. Продовольственная ярмарка «Дары Юга», которая впервые посетила Приморскую столицу в апреле этого года, работает во Владивостоке. По многочисленным просьбам горожан, ярмарка вернулась в Приморскую столицу, но на этот раз она располагается в спорткомплексе «Динамо». О том, что порадует посетителей ярмарки «Дары Юга», расскажем в нашем следующем материале. «Дары Юга» – это уникальная возможность приобрести натуральные кавказские продукты. Ярмарка работает ежедневно с 10 до 19 часов в спорткомплексе «Динамо». В свое время я когда-то была на Кавказе, в том районе, и все это пробовала. И у них, по крайней мере, у меня такое осталось впечатление, что это очень вкусно и все натуральное. Все мясо, представленное на ярмарке, произведено в Краснодарском крае. Также есть линейка деликатесного мяса, которое вялится в натуральной среде инжирных деревьев. Это бастурма, это хамон, задняя часть кабана, который во всем мире известен как испанский хамон, но мы тоже самое это делаем. Также мясо вырезка говядины в сухом красном вине, вырезка ягненка в коньяке. Вот такие деликатесы. Особого внимания заслуживает гордость ярмарки сыр под названием «Тысяча и одна ночь». Название родилось не в честь известного произведения, а в результате тысячедневной выдержки такого сыра. Здесь как традиционные кавказские сыры, сулугуни, чечил, брынза, всем известные. Также на волне санкций, после введения санкций, варим сыр такой же, как в Италии, ничем не уступает пармезан, камамбер и так далее. Без всяких добавок такой вот натуральный сыр, более такой вот насыщенный, сливочный такой вкус. Мне понравилось. Вся продукция ярмарки «Дары Юга» натуральная, свежая, но при этом хранится она достаточно долго. Помимо сыров и мясных деликатесов, ярмарка славится натуральным ароматным чаем с ягодами и соцветиями. А также сухофруктами из Армении – алани, которые фаршируются орехами и медом. Ну, берут больше алани, то есть им это интересно, это очень вкусно, и все вот хотят попробовать, и приходят, вот можно сказать, только за ними. Также у нас представительство Республики Крым – это халва, это восточные сладости, ну и, конечно, такая вишенька на торте нашей ярмарки – это наши специи, это запах стоит прям на всю набережную Владивостока. Ярмарка «Дары Юга» пробудет во Владивостоке до 24 июня. Алина Кузина, Игорь Болтов. Новости на восьмом. Далее о спорте. Юные яхтсмены со всей России встретились на соревнованиях во Владивостоке. Более 30 человек смогли преодолеть заплыв вокруг мыса Басаргина. Футболисты лучшей энергии прибыли на тренировочные сборы в Южной Корее. Все подробности прямо сейчас. Кубок залива Петра Великого разыграли во Владивостоке. Всероссийские парусные соревнования среди юношей и девушек проходили в акватории Амурского залива. Боролись за награды участники в классе «Оптимист». Несколько дней ребята с самых разных уголков России показывали свою технику управления швертботом и умение вести тактическую борьбу. Непредсказуемая погода позволила спортсменам проявить себя со всех сторон. Всего в рамках соревнований прошло 12 гонок, по итогам которых призовые места заняли их смены из Владивостока, Хабаровска и Хомска. Стоит отметить, что юниорский кубок залива Петра Великого одни из самых статусных детских соревнований в России. Эти парусные гонки с 2008 года собирают во Владивостоке десятки спортсменов со всей страны. Десятки экстремалов преодолели заплыв вокруг мыса Басаргина. Традиционное мероприятие, которое проводится с 2015 года, в этот раз собрало 37 спортсменов. Всем участникам предстояло проплыть 5 километров по открытой воде от бухты Соболь в бухту Патрокол. Без того сложное испытание омрачила плохая погода. Сильный ветер и волны подкосили 7 участников, которые не смогли завершить заплыв. К слову, за безопасностью следили несколько катеров сопровождения, а самих пловцов обеспечили буйком и сигнальным свистком. Первые участники стали появляться на финише уже через час после старта. Победитель заплыва Руслан Зуев преодолел дистанцию за 1 час 11 минут. Вторым стал Павел Комаров, а замкнул тройку лидеров Андрей Тышковский. Как отметили организаторы, заплыв вокруг Муса Басаргина – это один из пяти в серии, которая проводится в течение года. Следующее подобное мероприятие пройдет 30 июня. Им станет большой марафонский заплыв через Амурский залив. Футбольный клуб «Лученергия» прибыл на учебно-тренировочные сборы в Южную Корею. Первые три дня команда проведет в городе Тэджон, где сыграет первый контрольный матч против местного клуба «Тэджон Ситизен». Затем приморцы отправятся в город Кюнджу, где продолжат подготовку к новому сезону ФНЛ. В Кюнджу подопечные Русте Махузина пробудут две недели и проведут три товарищеских встречи все так же с местными коллективами. Стоит отметить, что сейчас в составе «Луча» руководством и тренерским штабом просматриваются сразу несколько потенциальных новичков, включая воспитанников, молодежной команды и даже легионеров. Первую игру в рамках нового сезона ФНЛ «Лученергия» проведет 17 июля у себя дома. Во Владивостоке приморцы сойдутся с подмосковными химками. Олег Завьялов, Максим Яковлев, новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Вопросы кораблестроения, развития портов и экологии обсудят на Международном дальневосточно-морском салоне 2018. Всего в рамках деловой части мероприятия пройдет более 20 тематических сессий, круглых столов и дискуссий. 130 алмазов специальных размеров представит корпорация «Алроса» на втором аукционе в Приморской столице. Общая масса выставляемых на аукцион алмазов составляет более 2000 карат. Итоги аукциона будут подведены 29 июня. Во Владивостоке началась работа по подготовке технического задания на проектирование нового Рудневского моста. Планируется, что после завершения всех этапов работ Краевой Центр получит четырехполосное мостовое сооружение. Жители Приморья провели первую в России автомобильную акцию против инсульта. Главная ее цель – научить людей распознавать симптомы болезни. Для получения визы в Канаду с 31 июля гражданам России придется проходить процедуру сдачи биометрических показателей. Это можно будет сделать в визовых центрах Канады в России, которые располагаются в Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке. Во Владивостоке состоялось кимоно-шоу, которое познакомило жителей Краевой Столицы с красотой традиционного костюма и сюжетом национального эпоса. А на сегодня это все. Есть что добавить – заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте по WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции – 249-88-12. Звоните, и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу – мы поможем. 8 канал. Главное – Владивосток. Лошадь является одним из самых красивых и умных животных на земле. Человеку она помогала выживать, сражаться, соревноваться и сегодня продолжает восхищать своей грацией и мощью. К слову, во Владивостоке есть несколько конных клубов. И их участники постоянно соревнуются по выездке и конкуру. На мастерство наездников и красоту лошадей смотрим прямо сейчас, без комментариев. Сразу после прогноз погоды. Меня зовут Максим Дудников. До встречи на восьмом. Максим Дудников. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова